Итак, продолжаем. Сегодняшняя наша с вами тема – схема заполнения оконных дверных проемов витражей, такие, какие они есть. Появится несколько картинок вспомогательных, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Возвращаемся в наш проект. В первую очередь, у нас есть с вами фасады. Я сейчас штриховку специально не показываю. Вы можете ее тоже скрыть, зайдя в вкладку «Главное», «Свойства слоя». Если она у вас там есть, просто ее выключить для отображения, чтобы она нам не мешала на данный момент. Схема заполнения оконных дверных проемов витражей я буду делать поэтапно, последовательно, объясняя, что, зачем я буду производить. Напоминаю то, что у каждого они могут отличаться. Я буду делать на примере одного окна, одной двери, но аналогичным же образом будут делаться и остекления на самом деле. Вот. Давайте начнем. В первую очередь, я захожу в «Свойства слоя» и создаю новый слой, который мне в дальнейшем пригодится. Схема заполнения. Схема заполнения. Можно расписать схему заполнения оконных дверных проемов витражей. Можно сделать так, как вам будет удобно. Поставить ему то обозначение, в котором вы не запутаетесь. Цвет можно использовать. Любой отлично того, что было задействовано ранее по проекту, я хочу использовать этот цвет. Дальше. Тип линии – континьес. Толщина линии – 0,25. Континьес – значит линия непрерывная. Слой делаю активным сейчас. Дальше. Возьму с одного фасадика одно окно и одно дверь. Да, по вашему проекту нужно будет все окна и двери вынести. Я просто на примере одного окна и одной двери буду их выносить. Скопировал одно окно. Скопировал еще одно окно. С окнами просто. Вы их в большинстве случаев видите на ваших фасадах. Одну входную дверь. Да. Двери нужно будет сделать все. Отдельными чертежами, либо отдельно схемы дверных проемов, отдельно схемы оконных проемов, отдельно схемы заполнения витражей. Можно объединять. Можно сделать все на одном чертеже. Большой чертеж формата А1. Схема заполнения оконных, дверных проемов и витражей. Либо разбить там окна с дверьми, либо окна со стеклением. Как вам будет удобно, сколько будет в зависимости от ваших элементов. Больше всего, как показывает практика, у вас будет дверных проемов, так как нужно будет двери еще вынести изнутри нашего объекта, то есть изнутри здания самого. И часть можно вынести с разреза, потому что напоминаем, что у нас в разрез попадают какие-то окна, ну а часть придется запроектировать вручную. Итак, я копирую, ну здесь у меня две двери, поэтому вынесу их две сразу же. Копирую, переношу. Я два раза скопировал. Дверь. Дверь. Чтобы ярко было видно, на примере две двери, два проема. Поставлю их поближе. После того, как вы запроектировали, ну скопировали, либо запроектировали двери, нам необходимо, ну, кто знает по ГОСТу, все ГОСТы, на которых я буду сегодня ссылаться, у нас с вами будут внизу под каналом, в описании к этому видео, мало ли кому-то это будет полезно. В первую очередь, для таблицы экспликации я буду использовать форму седьмую из ГОСТа ESKD. Соответственно, на него тоже будет ссылка сделана. И картинка сейчас покажу. Также этот чертеж будет проектироваться в масштабе 1 к 50. Поэтому, когда вы скопировали все окна, все двери, либо их запроектировали вручную, вам необходимо перегнать масштаб отображения на 1 к 50. Что мы делаем теперь? Это обязательно условие в случае того, что у нас с вами аннотативный наш текст, и аннотативные размерные стили. Теперь я выделяю все свои окна и двери, перегоняя их в единый слой. Схемы заполнения... Схемы заполнения оконных дверных проемов и витражей. Ну, либо у меня он просто схемы заполнения. Что я делаю теперь? Теперь начну с двери. Для начала в слой схемы заполнения поставлю линию под низом моей двери. Она же должна как-то завершаться. В случае проема у нас он просто P-образный, опирается на перекрытие. Поэтому в случае наших дверей, также и остекление, если начинается от пола, и гаражных ворот, мы все соединяем. Теперь что я делаю? Внешний контур, вот это P-образное, которое у нас с вами осталось, с прошлого еще создания, то объединял замкнутый контур. Лучше сейчас это сделать, облегчит намного вашу задачу. Мы сейчас должны показать отдельно проем, отдельно сам элемент. Они будут отличаться. И сейчас буду объяснять. Наш проем, если мало ли у кого-то это отдельный контур из отрезков, я их сейчас разбил при помощи функции расчленить, замечательное название. Я поэтапно их выделю, ничего не нажимаю, просто левой клавишей мыши общелкиваю. И собираю назад замкнутый контур. Соединить. Только чтобы у меня получилась вот эта P-шка. Теперь что я делаю? Воспользуюсь функцией сместить. Смещаю на 20 мм внутрь мой контур. Внутрь относительно проема, то есть внутрь моей двери. И также я буду делать внутрь моего окна. Что я теперь должен показать? В первую очередь, внешний контур мне нужно сделать пунктирным. Это будет показание проема. Проем никогда не равняется самому окну, либо двери, либо другому элементу. Вспоминаем то, что они у нас, во-первых, по кирпичу мы прорезаем, но независимо от этого, он всегда с запасом, если выпиливается из газоблоков, если выпиливается из древесины, да и в случае кирпича, остается небольшой зазор, который в большинстве случаев, кто менял окна, либо двери видел, их заливают обычно пеной, либо еще чем-нибудь заделывают и закрывают наличником, чтобы этого не было видно. По факту вы можете подойти, посмотреть, если под наличниками есть возможность заглянуть, вы увидите зазор до самого дверного косяка. В случае советских домов там вообще бетон будет торчать. Итак, внешний контур. Я в панели свойств, находясь во вкладке «Главная» в панели свойств, должен задать тип линии. Я захожу в панели свойств, последняя выпадающая менюшка, тип линий. Выбираю другое. В другом у меня сейчас еще нету того типа линий, который мне необходимо использовать для пунктира. Невидимый контур, так называемый, по ГОСТу, это тонкие пунктирные линии с одинаковым шагом между собой. Я нажимаю функцию «Загрузить» и использую наиболее все подходящее «GIS-02-07». Загружаю сначала эту линию и выбираю ее. Произошло небольшое подвисание. Дело в том, что у меня просто этот тип не выбрался. У меня здесь осталось значение по слою. Если по какой-либо причине не изменился тип линии, проверьте в выпадающей менюшке, чтобы у вас было значение «GIS-02-07». Выбираем. Окей. По факту, мы с вами сейчас закончили оформление нашего проема и самой двери. Что мы делаем теперь? На самом деле, с дверью мы еще не закончили, так же, как и с окнами еще не закончили. Со следующей дверью я проделаю уже то же самое. «Сместить 20 мм». Смещаю внутрь. Внешний контур перегоняю в «GIS-02-07». С окнами то же самое. Выделяю. «Сместить 20 мм». Внутрь. В случае окна мне еще придется подредактировать. Вот эти линии раскосов это просто показывают раскосы моего деревянного в данном случае окна. Поэтому я их смещаю до самого окна. И внешний контур тоже перегоняю в слой в «GIS-02-07». Последнее мое окно проделаю то же самое. Смещаю внутрь. «Смещаю внутрь». Внешний контур перегоняю в слой «GIS-02-07». Теперь я что проделаю? Обратите внимание, что все эти махинации я сейчас уже проделаю в масштабе 1,50. Что я делаю теперь? Будем выполнять с вами открывание оконных и дверных проемов. Для этого вы должны запомнить. По строительным чертежам мы смотрим в большинстве своем на объект снаружи. Поэтому на все, что мы смотрим снаружи, должно открывание показываться сплошной линией. Все, что мы смотрим изнутри, пунктирными. А конкретно, если дверь у вас открывается наружу, и в большинстве случаев мы будем считать, что двери открываются на зрителя. То есть мы всегда будем открывать дверь на зрителя, чтобы не усложнять чертеж. Поэтому вы должны запомнить, что дверь мы открываем на зрителя, и линии у нас с вами будут сплошные окна, будут пунктирные линии. Сейчас покажу. Здесь у меня в случае дверь, когда открывается на зрителя. Причем есть разница между правой дверью и левой дверью, если даже они одинаковые. Правая дверь это дверь, которая... Как определять правая либо левая дверь? Какой рукой мы открываем дверь на себя? Если мы открываем дверь левой рукой, дверь является левой. Если мы открываем правой рукой, Дверь является правой В случае окон все немножко иначе Мы считаем с вами Сейчас я удалю это Мы считаем с вами то, что все окна Вы можете представить Открываются внутрь На самом деле, если вы сделали окно, которое открывается наружу То вы будете делать его пунктирными линиями Я буду считать то, что... Ой, пунктирными, сплошной линией Прошу прощения за оговор Я буду считать то, что у меня все окна Открываются внутрь моего здания Как на проветривание, так и на распашку Как это отображается? Я сначала сделаю ее как сплошной Но потом через свойства буду менять Так же, как и с дверью проделаю махинацию Раз На самом деле, я мог здесь отзеркалить И немного простить себе задачу Ой Вот таким вот образом Дальше, что мы с вами будем делать? Мы будем давать название и обозначение наших элементов Конкретно В случае дверей Я перехожу в аннотации Использую текстовый стиль наш У нас все с вами текстовый стиль аннотативный 2,5 мм, который применялся Сейчас я посмотрю, где у молодого человека здесь 2,5 мм Вот, из акпиор 2,5 мм Окей, сделать текущий В случае наружных дверей У нас обозначение будет DN1 С пробелом Все наружные двери будут иметь маркировку DN Двери внутренние просто D Окна Сейчас буду говорить DN2 Даже если у вас нужно запомнить Абсолютно одинаковые по габаритам Две двери, но одна из них левая, другая правая Они будут иметь разную маркировку Соответственно, одна из них будет иметь DN1, предположим Другая DN2 Либо D1, D2 Они абсолютно одинаковые по сути Но ручка у них с разной стороны Поэтому они должны иметь свой чертеж И, соответственно, свое обозначение В случае окон ОК1 И ОК2 В случае нашего названия чертежа Анотативный То же самое 5 мм Зададим название чертежа Я предполагаю, что Потом приближу их все вместе В единое целое Они будут располагаться на одном чертеже В витраже не использую Я буду только ОК1 Я буду писать его как Схемы Заполнения Оконных И дверных проемов Если бы у меня были еще и витражи Я их располагал бы на одном чертеже У меня было бы обозначение Схемы ОКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Через запятую И витражей Я могу разнести их на отдельные чертежи Схемы ОДЕЛЬНОДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Схемы ОКОННЫХ ПРОЕМОВ Не забывайте, что у нас еще появится Таблица экспликаций для всего этого И будет она называться Спецификация элементов заполнения ОКОНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Но и витражей есть В зависимости от того, что отображается на чертеже Дальше, что мы с вами делаем Размеры Я перехожу Либо могу перейти в слой Размеры Либо могу остаться в том же самом слое Схемы заполнения Как мне удобнее На самом деле, лучше перейти в Размеры АННОТАЦИИ Размеры ЛИНИЙНЫЙ Что я проделаю? Я могу задать ПРОЕМО То есть по пунктиру Ее ширину и высоту Проема Двери Проема Двери В случае окон то же самое Размер самого проема под окно Размер самого окна Габарит Если бы это точнее Проема Габарит окна Мы получается с вами расставили все основные элементы Дальше что вам необходимо сделать? Вам необходимо сделать таблицу экспликаций Отдельно для дверей Она будет называться схема заполнения дверных проемов Отдельно для окон Это схема заполнения оконных проемов Да, еще забыл В случае окон Нам необходимо с вами добавить еще штриховку Я нахожусь Буду делать ее в том же самом слое С схемами заполнения Перехожу во вкладку Главное Штриховка В штриховке Не забывайте проверить В свойствах Какое вы слой используете для штриховки В случае стекла Также мы должны у штриховок поставить Аннотативный Масштаб 0,35 Он наиболее всего адекватно отображается на нашем чертеже 0,35 Для стекла больше всего подходит ГОСТ ГЛАС Штриховка Это стандартная штриховка Которая есть у всех отображений Ну, у всех версий программного продукта Я добавляю штриховку нашего стекла Везде, где у вас есть стекло Если у вас маленькое окошко есть в двери Стеклянное То у вас должно быть стекло И не забывайте у этого чертежа Так как мы задаем штриховку материала Использовать условное обозначение С одним обозначением нашего стекла Но я покажу это в примере Как должно выглядеть Теперь, то что касается таблицы экспликаций Мы с вами таблицу экспликаций Делаем по примеру Такой же самой, как у нас было на курсе Там мы использовали Все умножали на сотню То есть для высоты строки Предположим, мы использовали не 8 мм А 800 вписывали То здесь мы умножаем на 50 Соответственно, на 50 умножаем У вас получается уже 400 мм Вписываем все, умножая на 50 Создаем таблицу экспликаций Текстовый стиль используем такой же, как в инструкции Вписываем просто в таблицу В таблицах мы пишем габарит проема То есть, соответственно, маркировку Количество Габарит проема Со звездочкой в конце И звездочка будет пояснением Внизу в таблице у нас О том, что это указан габарит Самого проема элемента Не забываем, после того, как мы с вами Выполнили все этапы моделирования По нашему чертежу Вернуть масштаб аннотаций 1 к 100 Это обязательно условие Не забывайте этот момент Кто досмотрит видео, тот, соответственно, это сделает Кто не досмотрит, тот будет дальше чертить 1 к 50 Как показывает практика Не забывайте вернуть масштаб аннотации 1 к 100 Иначе у вас пойдут косяки достаточно большие Ссылка на текстовую часть у меня появится в описании К созданию таблицы экспликаций И также в дальнейшем я создам видео отдельное По созданию таблицы экспликаций Мало ли кто залезет на канал когда-нибудь позднее И захочет поинтересоваться, точнее, как выполняется вообще таблица экспликаций Об этом появится еще дополнительное видео Из которого вы уже поймете, как оно создается Это будет на примере помещения сделано Когда, соответственно, дойдем до этой тематики Вот Что у нас еще с вами необходимо Размеры мы с вами поставили Название чертежа поставили Все это мы с вами расписали В принципе, у нас с вами все Если вам понравилось то, о чем я говорю Вы знаете, что нужно сделать Всем пока Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok